Ваш регион – один из наиболее перспективных экономических партнеров Сибири. В основе двустороннего взаимодействия лежат давние дружеские и родственные отношения между людьми, а также высокие плодотворного сотрудничества. В Новосибирской области проживает более 5000 белорусов. Многие из них являются потомками тех, кто когда-то осваивал Сибирь. В регионе ведут успешный бизнес белорусские предприниматели. У вас регулярно проводятся ярмарки товаров из нашей страны. Большим спросом пользуются наши продукты питания, обувь, текстиль, мебель. Во всем мире Новосибирск известен как научная столица России. Последние годы – это один из ключевых поставщиков оборудования для возводимой белорусской атомной станции. Сотрудничество по запуску электростанции нашей является взаимовыгодным. Благодаря этому проекту сформированы новые технологические цепочки между предприятиями нашей страны и вашего региона. Более того, мы очень благодарны россиянам, прежде всего, за то, что они нас научили строить подобные объекты. И думаю, что наши строители, даже наши специалисты, на ключевых направлениях строительства будут полезны вам во всем мире. И россияне хорошо отзываются о работе наших специалистов на атомной электростанции. Сегодня мы готовы пойти на создание совместных производств, поделиться уже опробованными технологиями и выпускать продукцию, востребованную на рынках не только Беларуси и России, но и третьих стран. Беларусь обладает достаточными ресурсами, чтобы обеспечить потребности Новосибирской области в современной грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной технике, а также товарах легкой и пищевой промышленности. На совместном предприятии по модернизации трамваев БКМ Сибирь, созданном при участии Белкоммунмаш, возможно, организация спорки троллейбус, в крайней мере, вы такую заинтересованность. Есть перспективы работы и авиационной сферы. Вы знаете, что мы в связи с строительством нового завода, авиазавода вынесли его из Минска в аэропорт. Это новое предприятие, мы готовы его расширять, если у вас будет интерес для обслуживания, технического обслуживания, ремонта современных типов самолетов. Готовы плотно подключиться и к развитию сельского хозяйства в Новосибирской области. Я привожу часто пример Сахалина. Создали там пилотный проект и убедили, наверное, не только сахалинцев, но и всю Россию, что на Сахалине можно производить там молоко, мясо по технологиям белорусским, и они будут не хуже, чем во всем мире. Мы предлагаем реализовать по белорусским проектам строительство агрогородков и объектов социальной инфраструктуры в сельской местности. Просто хочу сказать, Андрей Александрович, России никуда не деться от этого варианта развития сельского хозяйства. Вы прекрасно понимаете и видите лучше, чем я, что Россия там, где раньше производился хлеб, опустела. Так бы было и у нас, если бы мы не схватились за этот вопрос. И люди начинают уезжать в крупные города. Поэтому вот эти вот опорные точки, как пример, каким путем двигаться, для России архиважен. В вашем регионе ведется и большое строительство, и восточный обход Новосибирска, и юго-западного транзита. Мы готовы подключиться к этим проектам, если вам будет выгодно. Вы также строите и к молодежному, знаю, чемпионату мира по хоккею, ледовую площадке. Если нужен наш опыт, пожалуйста, посмотрите наши объекты, которые мы возводили в течение трех лет буквально. Что касается лифтового оборудования, ну это беда для всего постсоветского пространства. Везде. Дома строились типовые, поэтому лифты Могилевского, нашего завода, они очень востребованы. И сегодня все просят эти лифты, потому что дом не переделаешь, который был построен тогда. Но мы умеем делать лифты и для современных домов. Слово, мы открыты не только для диалога, о совместной работе и готовы выйти на определенные договоренности, если это нужно будет сибирякам. Беларусь как была вашим родным домом, так она и останется. Мы полны решимости с нашими старшими братьями сотрудничать, но я всегда только предупреждаю по-человечески. И всегда вы найдете отзыв в нашей душе. Если вам надо где-то площадка для работы на Западе, с вашими товарами, может у вас какие-то интересы есть, считайте, что это ваша земля. Приезжайте и стройте, развивайте свой интерес. Мы всегда вам поможем. Всегда. Помните, мы обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Но все равно будем вместе. Та же Украина, она всегда будет с нами. Мы славяне, и мы же должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история. Субтитры создавал DimaTorzok